Ну, для того, чтобы сказать, будьте хорошими друг с другом и всем будет хорошо, ну, большинство из тех, которые говорят на этом языке, скажут, да, я с тобой согласен, ты прав. Да, хороший парень. Но проблема не в том, что я прав или нет, а в том, как это сделать. И сделать это действительно тяжело. Мы уже говорили. Ты прав. Ты не прав. Здесь есть некоторое количество действий. Если ты их делаешь, то ты это делаешь легко. И с желанием, и с воодушевлением, и получаешь большую награду за это, я говорю, с точки зрения эгоизма. Тебе выгодно это делать, ты освобождаешься от всех неприятностей. Ты в своей связи с другими людьми, в хорошей связи между ними, приобретаешь будущий мир. Ты достигаешь всех благ, что может быть лучше. Сейчас вопрос, как это сделать. Так для этого есть действие, которое называется свободный выбор. Это построение окружения. Чтобы это окружение постоянно промывало мне мозги. И что? Отдавать выгодно. Вот и все. В чем проблема? Разве это не укладывается в здравый смысл? Скажи мне, почему нет? Не хотят это сделать? Будет несколько ударов. Подожди. Еще немножко осталось. Это то, что я могу сказать. Да. Когда у тебя не будет работы, когда тебе нечего будет есть, и дети будут кричать, и жена будет ругать, и ты не будешь знать, что делать, тогда ты поймешь, что в этом мире есть возможность исправления. Мы достигаем таких состояний, когда ты сам создаешь вокруг себя такую реакцию природы. Ты в своем противоречии с природой, когда ты выступаешь ей вопреки тем условиям, когда природа тебе показывает понятные вещи, единство, интегральность, глобальность, всем поровну, вы должны делать так, как все в природе делается. Чем ближе вы будете к этому, тем больше успех у вас будет. Чем будете дальше, тем будет хуже. Это называется закон совпадения по свойствам. Он имеется и в физике, и в биологии, и во всем, только не в человеческом сообществе. И сейчас наступает время, что ты должен выполнять его по желанию. Попробуй. Если ты не сможешь, тогда будешь страдать от недостатка выполнения этого закона, и он все равно тебя вынудит к его выполнению. Вещь очень простая, как в любом развитии. Как ты развивался до настоящего момента? Ты постоянно получил маленькие удары, и для того, чтобы избежать их, развивался. Ты даже не давал себе в этом отчет. Давление отсюда, давление отсюда, это плохо, это не устраивает. И так решаешь проблемы, иногда это революции, иногда это войны. У тебя возникало побуждение решить какие-то проблемы, избежать их. Развивался, развивался, дальше ты будешь точно так же развиваться. Ты всегда найдешь место. Нет проблем. Ты материал чувствительный, желание наслаждаться. Из этого желания можно сделать все, что угодно. оказать больше или меньше давления, и тогда оно говорит «хочу я», кричит «рочу я», «хочу я», потому почему это ты хочешь? Ты не хочешь страдать. Ты не хочешь страдать, и тогда тебя можно привести к желанию, что ты не просто не хочешь страдать, а понимаешь, что это хорошо. Обучают. Мы знаем это из жизни, как мы очень быстро меняем свое мнение на месте. Ты видишь, что это выгодно, а это нет, здесь я страдаю, а здесь нет. И говорю «о, это истина, это справедливость, это истина?» Какая же это истина? Здесь ты заработал больше, здесь меньше. А ты говоришь, что это истина. Ты меняешь свое мнение в соответствии со своим брюхом. Так это действует, потому что желание получать, мы все таковы. Поэтому не хотите продвигаться в осознании, в понимании. Природа обяжет. Ты сам недостатком своего согласия с развитием вызываешь эти неприятные состояния. Ты их создаешь. Не то, что природа обязывает. Раньше было действительно так по программе природы. Природа обязывала в эволюции. А сейчас нет. Сейчас есть такое ожидание, передышка для того, чтобы перейти к самостоятельному развитию. Ну, постарайся что-то сделать. Начни реализовать свободный выбор. Начни организуй окружение. И тогда, через некоторое время, раскроются все негативные состояния, которые тебя обяжут. Например, сейчас поймут, что они не могут прийти к объединению. Они не могут пока еще услышать нас. И мы здесь тоже виноваты, что мы не можем правильно распространить материал, чтобы он достиг каждого человека в мире, чтобы он мог понять, впечатлиться от него. И тогда раскроется следующее состояние. Миру будет плохо, а нам будет еще хуже. Потому что, в конечном счете, это наша работа. Миру будет плохо. МИЛИН ЧАМИ